Я приветствую каждого, кто заглянул на наш очередной разбор посланий к Ефесиным. Сегодня у нас 4 глава с 12 по 16 стих. «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все прием в единство веры и познания Сына Божия, Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при содействии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви». Кто был на нашем прошлом разборе или смотрел запись видео, наверное, вы помните, что мы говорили о более глубоком познании Божьей благодати в контексте принятия друг друга в качестве каналов и носителей Божьего Духа, Божьей силы, Божьих откровений. Мы говорили о пяти самых важных, топовых, самых таких ответственных служениях, из которых, ну, как бы, начинается список всех остальных служений и дарований действующих в теле Христовом. Это апостолы, пророки, евангелисты, пасторы и учители. Мы говорили о том, что этот список не исчерпывающий, он далеко не полный. И сегодня мы, по мере чтения нашего отрывка сегодняшнего, убедились, что речь идет и о других служениях. Вот 12 стих нашего сегодняшнего отрывка «К совершению святых на дело служения». То есть, в прошлый раз мы перечислили пять основных служений, от которых многое чего зависит, как мы сегодня увидим. А сегодня речь идет обо всех служениях вообще, которые уже не только, ну, как бы, являются вершиной айсберга, но и какие-то скрытые, менее, может быть, видимые человеческому взгляду, но, тем не менее, очень важных служениях. Итак, вот эти пять служений, которые мы в прошлый раз упомянули, они предназначены для высвобождения всех остальных служений. Смотрите, как 12 стих звучит. Каково его построение к совершению святых? То есть, вот те пять служений, пять основных ответственных служений, они как раз-таки предназначены для того, чтобы совершить, да, или высвободить, сделать возможным и развитым все остальные служения, да, к совершению святых. То есть, если должным образом функционируют вот эти пять основных служений, то рано или поздно вот это совершенство будет приходить, оно будет возрастать, да, и высвобождение, становление всех остальных служений неизбежно состоится. На дело служения, продолжение 12 стиха, для созидания тела Христова. Вообще, наш сегодняшний отрывок, он, как бы так, гармонично показывает такую общую картину тела Христова, как оно растет, как оно созидается, как оно приращает само себя, да, то есть, тело, оно обладает таким качеством, да, нормальное, здоровое биологическое тело, обладает таким качеством, как регенерация, самовосстановление и рост, который в него заложен. То есть, здоровое тело обречено расти, да, оно, как бы, предназначено для того, чтобы возрастать, для того, чтобы получать превращение. И сегодняшний наш отрывок, он, как раз-таки, показывает вот эту гармоничную и прекрасную картину. То есть, все было бы вот так замечательно, как здесь написано, если вот эти основные пять служений, о которых мы упомянули в прошлый раз, будут в должном порядке, должным образом функционировать беспрепятственно, да, и так, как они предназначены. Поэтому очень важно то, что мы выделили вот эти пять служений, то, что Дух Святой их выделил, потому что от них зависит и все остальное. Тринадцатый стих. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Ну, то есть, картину вот этого гармоничного и прекрасного тела Христова дополняет сравнение с состоявшимся, да, возросшим или сформировавшимся взрослым человеком, да. «Муж совершенный». Что это такое? Это картина человека, который, ну, вырос, да, который перестал быть младенцем, перестал быть подростком, перестал быть каким-то, ну, незрелым, да, или несовершенным, незнающим, непонимающим юнцом, да, и, наконец-то, приобрел черты мужественности, зрелости, силы, да, понимания, разумения, ну, способности оперировать и работать, да, вообще функционировать в этой жизни. То есть, мы все должны прийти вот в такое состояние, по идее, да, если все будет так идеально, как здесь написано, то мы все рано или поздно должны прийти вот в это состояние. То есть, вот это гармоничное и прекрасное, сбалансированное и, ну, хорошее, да, здоровое состояние тела Христова, оно гарантированно наступит, если пятигранное служение, о котором мы говорили в прошлый раз, будет функционировать должным образом, и если мы будем достаточно открыты для того, чтобы эти служения на нас воздействовали. 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Ну, в принципе, это расширение той картины, которую мы с вами увидели в 13 стихе, и вот этот муж, да, совершенный, вот этот взрослый человек, конечно же, он менее падок на какие-то ветры учений, да, на какие-то обольстительные приманки, он более, скажем так, прозорлив, различающий, да, понимающий, и поэтому он видит картину так, как она есть на самом деле, не поддаваясь на уловки дьявола. То есть, здесь, в 14 стихе, мы видим такую способность к противостоянию лжеучениям, ересям, да, там, и всяческим поплазновениям со стороны лукавого. 15 стих. «Но истинную любовью все возвращали в того, который есть в головах Христоса». Вот еще одна характеристика – истинная любовь, да, которую мы призваны все достигать, и которая позволяет, да, или способствует, или делает возможным вообще рост как таковой. Рост возможен, если любовь проявляется, действует, да, то есть, и в естественной жизни любовь между супругами, она способствует росту качественному, количественному, какому угодно. Также и здесь, если любовь будет возрастать, если она будет приходить к совершенству, да, к зрелости, то мы будем возвращать, то есть, взращивать, приращать качественные и количественные характеристики нашего поместного тела Христова, нашей Церкви, да. То есть, если мы приходим в состояние зрелости, да, то это неизбежно будет способствовать количественному и качественному росту нашей поместной Церкви. 16 стих. «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при содействии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви». Здесь мне очень нравится фраза «для созидания самого себя». То есть, это некое присущее, да, и неразрывно свойственное качество здоровому организму, которое проявляется в регенерации и самопроизвольном росте. Вот эти взаимно скрепляющие связи, при действии в свою меру каждого члена, все это рисует картину такого сбалансированного организма, в котором все ткани, клетки, органы, функции работают как нужно и дают тот благословение, результат, о котором мы с вами здесь читаем. В принципе, данный отрывок наш сегодняшний, он достаточно прост, тут как бы что-то высасывать из пальца или лить воду смысла нет. Мы видим гармоничную, прекрасную, сбалансированную картину здорового тела Христова, к которой мы должны с вами стремиться, к такому состоянию. И если пятигранное служение, о котором мы говорили в прошлый раз, будет действовать должным образом, то мы с вами в это состояние придем, мы найдем свое место в теле Христова, мы найдем свое служение, мы станем совершенными, ну в определенном смысле, будем заниматься каким-то делом, которому мы предназначены. Здесь еще раз хочется подчеркнуть вот эту определяющую роль пятигранного служения, для того, чтобы мы нашли свое дело, для того, чтобы мы состоялись, для того, чтобы мы были высвобождены, для того, чтобы мы определились с тем, где наше место. стали теми здоровыми и полезными членами тела Христова, которые содействуют вот этой картине. Да поможет нам в этом Господь, потому что в этой совершенной, да, прекрасной гармоничной картине тела Христова есть все необходимые условия для познания Божьей благодати. Именно в этом состоянии мы наиболее эффективно, наиболее глубоко, да, наиболее познавательно постигнем Божью благодать. И ради этого стоит стараться, да, ради этого стоит ревновать о том, чтобы тело Христова, оно приходило именно вот в такую кондицию, которую мы здесь видим. Еще раз повторюсь, этот отрывок, он рисует идеальную картину, но мы должны стремиться к этому идеалу. Мы не должны опустить руки и сказать, ну, мы не соответствуем данной картине, значит, ничего не поделаешь, такова жизнь. Нет, нам нужно ревновать и молиться о том, чтобы прийти в это состояние, насколько это возможно, в течение отведенного нам времени. Да поможет нам в этом Господь. До новых встреч, до новых видео. С Богом!